Добрый день, уважаемые подписчики и гости моего канала! А вы тоже думаете, что человек без опыта научной работы не может сделать полноценного открытия? Я задаю вопрос вам не просто так. После выхода моего ролика о фактах, противоречащих закону всемирного тяготения, были такие вопросы в комментариях, которые сами собой подразумевают ложность всего мною изложенного. Причем, что интересно, даже без попытки объяснить эти факты с точки зрения какой-то догматической теории. Просто сразу объявлялся автор теории шарлатаном, писателем-фантастом и так далее. Признаться, сам я никогда не занимался научной работой, но немного помню такие физические дисциплины, как термодинамика, молекулярная физика, механика, магнетизм, оптика, теория электрических цепей и еще многое-многое другое. Во всяком случае, законы Ома Киргофа не перепутаю. И также помню, что учить детей нам предлагалось по упрощенной схеме. Объясню. Так, например, для школьных расчетов не предполагалось введение величин, оказывающих незначительное воздействие в каждом конкретном случае. Допустим, бросили мы камень с определенной высоты и обозначили векторами действующие на него силы. Но учитывать предлагалось для упрощения расчетов только основные силы. Если же такой простейший расчет произвести с учетом всех сил и взаимодействий, то простейшая на первый взгляд задача сразу перестает быть элементарной. Ведь тут нужно учесть и сопротивление воздуха, а значит форму этого камня, нужно обсчитать наличие турбулентности и различных завихрений потоков воздуха, вероятность вращения камня, высоту над уровнем моря, температуру и атмосферное давление для данного случая и многое-многое другое. У меня могут спросить, мол, что ты умничаешь и что ты хочешь этим сказать? А хочу я этим сказать, что десяток ученых со всеми своими знаниями и за 10 лет не опишут с высокой долей вероятности движение брошенного камня из школьной задачки. Если описать нужно движение реального камня в реальных условиях. А если даже и опишут, так в тот же момент в этот камешек ударится какая-нибудь муха и сведет на нет все эти вычисления. И что же из этого следует? А следует из этого, что большинство научных открытий сделано практиками, а не теоретиками. И только потом под это открытие подводилась некая теоретическая база. И если она, эта теоретическая база, не отвечала абсолютно на все вопросы, то не теория пересматривалась, а корректировались или замалчивались сами экспериментальные факты. Ведь я показал на примере простейшей задачи, что она становится практически нерешаемой в реальных условиях. Так что в первую очередь все новые открытия и новые теории неудобны и крайне нежелательны абсолютно всем ученым мужам. Все новое их злейший враг. Приведу один пример из истории, доступный к прочтению любому заинтересовавшемуся. В истории медицины был такой клинический случай. Примерно до середины 19 века в акушерских клиниках Европы свирепствовала родильная лихорадка. В отдельные годы она уносила до 30 и более процентов жизни матерей, рожавших в этих клиниках. Женщины предпочитали рожать в поездах и на улицах, лишь бы не попасть в больницу, а ложась туда, прощались с родными так, будто шли на плаху. Считалось, что эта болезнь носит эпидемический характер. Существовало около 30 теорий ее происхождения. Ее связывали с изменением состояния атмосферы, и с почвенными изменениями, и с местом расположения клиник, а лечить пытались всем, вплоть до применения слабительного. Вскрытие всегда показывали одну и ту же картину. Смерть произошла от заражения крови. Пахнер приводит такие цифры. За 60 лет в одной только Пруссии от родильной лихорадки умерло 363624 роженицы, то есть больше, чем за то же время от оспы и холеры вместе взятых. Смертность в 10% считалась вполне приемлемой, нормальной. Иначе говоря, из 100 рожениц 10 умирало от родильной лихорадки. Из всех заболеваний, подвергшихся тогда статистическому анализу, родильная лихорадка сопровождалась наибольшей смертностью. В 1847 году 29-летний врач из Вены Игнац Земельвейс открыл тайну родильной лихорадки. Сравнивая данные в двух различных клиниках, он пришел к выводу, что виной этому заболеванию служит неаккуратность врачей, осматривавших беременных, принимавших роды и делавших гинекологические операции нестерильными руками и в нестерильных условиях. Игнац Земельвейс предложил мыть руки не просто водой с мылом, но дезинфицировать их хлорной водой. В этом была суть новой методики предупреждения болезни. Окончательное повсеместно учение Земельвейса не было принято при его жизни. Он умер в 1865 году, то есть через 18 лет после своего открытия. Хотя было чрезвычайно просто проверить его правоту на практике. Более того, открытие Земельвейса вызвало резкую волну осуждения не только против его методики, но и против него самого. Восстали все светила врачебного мира Европы. Земельвейс был молодым специалистом. К моменту своего открытия он успел поработать врачом около полугода. И не пристал еще к спасительному берегу ни одной из имевшихся тогда теорий. Поэтому ему незачем было подгонять факты под какую-то заранее выбранную концепцию. Опытному специалисту сделать революционное открытие гораздо сложнее, чем молодому, неопытному. В этом нет никакого парадокса. Крупные открытия требуют отказа от старых теорий. Это очень трудно для профессионала. Давит психологическая инерция опыта. И человек проходит мимо открытия, отгородившись непроницаемым. Так не бывает. Открытие Земельвейса, по сути, было приговором акушером всего мира, отвергшим его и продолжавшим работать старыми методами. Оно превращало этих врачей в убийц своими руками в буквальном смысле заносящим инфекцию. Это вторая основная причина, по которой оно вначале было резко и безоговорочно отвергнуто. Директор клиники, доктор Клейн, запретил Земельвейсу опубликовывать статистику уменьшения смертности при внедрении стерилизации рук. Клейн сказал, что посчитает такую публикацию за донос. Фактически, лишь за открытие Земельвейса изгнали с работы. Не продлили формальный договор. Несмотря на то, что смертность в клинике резко упала. Ему пришлось уехать из Вены в Будапешт, где он не сразу и с трудом устроился работать. Естественность такого отношения легко понять, если представить, какое впечатление открытие Земельвейса произвело на врачей. Когда один из них, Густав Михаэлес, известный врач из Киля, информированный о методике в 1848 году, ввел у себя в клинике обязательную стерилизацию рук хлорной водой и убедился, что смертность действительно упала, то просто не выдержав потрясения, он покончил жизнь самоубийством. Кроме того, Земельвейс в глазах мировой профессуры был излишне молотым малоопытен, чтобы учить их. Более того, чего-то еще и требовать. Наконец, его открытие резко противоречило большинству тогдашних теорий. Поначалу Земельвейс пытался информировать врачей наиболее деликатным таким путем, с помощью частных писем. Он писал ученым с мировым именем – Вирхову, Симпсону. По сравнению с ним Земельвейс был провинциальным врачом, не обладавшим даже опытом работы. Его письма не произвели практически никакого действия на мировую общественность врачей. И все оставалось по-прежнему. Врачи не дезинфицировали руки, пациентки умирали. И это считалось нормой. К 1860 году Земельвейс написал книгу, но ее игнорировали. Только после этого он начал писать открытые письма наиболее видным своим противникам. В одном из них были такие слова – «Если мы можем как-то смириться с опустошениями, произведенными родильной лихорадкой до 1847 года, ибо никого нельзя винить в несознательно совершенных преступлениях». То совсем иначе обстоит дело со смертностью от нее после 1847 года. В 1864 году исполняется 200 лет с тех пор, как родильная лихорадка начала свирепствовать в акушерских клиниках. Этому пора, наконец, положить предел. Кто виноват в том, что через 15 лет после появления теории предупреждения родильной лихорадки рожающие женщины продолжают умирать? Никто иной, как профессора акушерства. Профессоров акушерства, к которым обращался Земельвейс, шокировал его тон. Земельвейс объявили человеком с невозможным характером. Он взывал к совести ученых, но в ответ они выстреливали научные теории, окованные броней нежелания понимать ничего, чтобы противоречило их концепциям. Была и фальсификация, и подтасовка фактов. Некоторые профессора, вводя у себя в клиниках стерильность по Земельвейсу, не признавали этого официально, а относили в своих отчетах уменьшение смертности за счет собственных теорий, например, улучшение проветривания палат. Были врачи, которые подделывали статистические данные. А когда теория Земельвейса начала получать признание, естественно, нашлись ученые, оспаривавшие приоритет открытие. Земельвейс яростно боролся всю жизнь, прекрасно понимая, что каждый день промедления внедрения его теории приносит бессмысленные жертвы, которых могло бы и не быть. Но его открытие полностью признало лишь следующее поколение врачей, на котором не было крови тысяч женщин, так и не ставших матерями. Непризнание Земельвейса опытными врачами было самооправданием. Методика дезинфекции рук принципиально не могла быть принята ими. Характерно, например, что дальше всех сопротивлялась пражская школа врачей, у которой смертность была наибольшей в Европе. Открытие Земельвейса там было признано лишь через 37 лет после того, как оно было сделано. Вот такой интереснейший факт. Несмотря на угрозу жизни людей, введение прогрессивного на тот момент метода задержалось на 37 лет. Просто страшно становится, насколько веков могут задержать развитие человечества деятели науки и признанные теоретики. Так что, друзья мои, не скоро еще мир увидит принципиально новый экологичный двигатель, антигравитационную платформу или таблетку от всех болезней. Невыгодно это никому в этом мире. До свидания. Мир вашему дому. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok